перед нами снова фонарь фирмы sunway man модель kv10 r t plus а я им уже пользуюсь достаточно давно этим фонарем он меня очень радует ну скажем так из ограничений можно сказать только то что это по питанию элемент cr123 в базовой комплектации у нас или аккумулятора 16 340 но на аккумуляторах он работает не так долго вот так же я заменил кнопку себе с титановой которая стоит изначально на резину так более удобно вид конечно немножко теряется но тем не менее нажимать удобнее потому что когда была титановая кнопка вокруг кольцо титановая фиксирующая кнопку и сама кнопка титановая при нажатии получалось терлась об это кольцо не создавался такой неприятный немножко звук скрежет металла вот больше даже не звуковое именно ощущение что под пальцем такой идет скрежет металла в металл вот это было не очень удобно кнопка в принципе титановая очень даже хорошие но и юно нужно нажимать вот очень идеально сверху то есть я небольшой перекос как мы привыкли пальцем например так нажимать и так далее получается перекос который сразу стирает металл вот это единственный недостаток той кнопки поэтому решил поставить все-таки резину я считаю так более практично вот так ты мне тоже то есть палец на ней цепляется сразу чувствуется также убрал клипсу вот в принципе клипсу я не особо люблю пользоваться и по ненадобности я ее просто убрал получается у нас полностью такой цилиндрик в принципе что касается цепкости в руке практически фонарь не утратил цепкость так как на нем много очень проточек сделано которые также хорошо фиксируют его в руке ну как-то играться например руки таким фонариком более удобно вот следующее что касается данного фонаря сейчас у нас стоит патарико cr-123 примерно 120 люмин 190 люмин извиняюсь вот но где-то в этом районе но универсальность фонаря легко можно расширить вот таким вот адаптером для титановой версии он сделан из титана а также есть анонированный адаптер достаточно незамысловатый но он нам позволяет использовать обычные пальчиковые батарейки в качестве элемента питания аккумулятора аккумулятора 14 500 как видим проходит в принципе достаточно нормально есть небольшой запас по диаметру в принципе данный запас очень актуален для аккумулятора 14 500 который имеет защиту и это плату иногда чуть-чуть больше геометрии так что касается данного экстендера он легко накручивается сюда на нём есть также плату и резиночка потому что добавляется лишнее релька не смазывает скажем так особо внешний вид он при этом не теряет даже становится немножко немножко лучше и теперь установим наше питание вот сразу хочется отметить что небольшое увеличение длины фонаря на экстендер более комфортно становится удержание его в руке то есть если так приходилось держать на пальцем сейчас ладошку как видим работает чуть менее ярко чем батарейки cr123 вот также можно использовать теперь литий 14 500 в принципе использование лития более как бы выгодно с целью того чтобы получить максимальный режим в 500 люмин с фонарием но при этом как и с использованием аккумулятора 16 340 так и с аккумулятором 14 500 у нас рантайм к сожалению не самый большой в максимальном режиме он составляет порядка полчаса потому что емкости их не приблизительно одинаково вот если мы будем использовать аккумулятор и на лук емкостью 2500 то у нас время работы фонаря составляет больше часа но конечно это не 500 люмин а это в районе 200 люмен но тем не менее и также немаловажной особенностью является что работа от лития у нас в конце фонарь просто отключается с максимального режима а при использовании аккумулятора либо батареек у нас в конце фонарь дает индикацию низкого заряда элемента питания морганием что удобно в отличие от лития на котором такого предупреждения ну и кстати по поводу данного экстендера лично мне он например напоминает заглушку которую можно купить в хозмагазине ну не знаю лично у меня ассоциация примерно такая возникает с данным фонарем и что самое интересное то что данная заглушка в принципе вкручивается сюда то есть она походит по резьбе нет самое интересное данным фонарем но единственное конечно чтобы выточить и заглушки она должна была бы быть чуть чуть длиннее вот и у нас совпадает только внутренний диаметр а внешне у нас вряд ли бы получился хотя кто его знает ну я не встречал например чтобы заглушка была вот сюда у меня но тем не менее данные экстендер если есть знакомый токовь то вполне возможно его сделать самостоятельно ну вот наверно и все что касается данного экстендера который я хотел рассказать но еще раз отмечу то что фонарем пользуются очень активно и фонарь очень радует очень удобное магнитное управление через кольцо в общем основном и очень постарался данной модельки она сделан качественно ну и какой-то он уже фонарик ну и в конце видео для затравки на будущее будет посвящен обзору моддингу данного фонаря доведение его до ума и первую часть выложу его сейчас расскажу про нее ну но многие знают из вас что данный фонарь очень популярный и за рубежом моддинг его процветает вставляют третевые вставки в титанопры кнопочку и по корпусу также вставляют в радиаторы охлаждения вставляют третевые колбочки и фонарь получается как такая детская светящаяся китайская игрушка ну что касается сегодняшней небольшой части превью это использование двух экстендеров расточенных под вики 17650 и 16650 санья вот при этом у нас фонарь становится полноразмерный такой металлический цилиндр фонарь очень удобен конечно вес уже чувствуется но тем не менее за счет использования данного лития в частности сани 16650 емкостью 300 вот мы могли увеличить ран тайм данного фонаря сравнению с аккумуляторами 14500 и 16340 с получасом на больше часа время работы ну и конечно же фонарь при этом у нас светит максимально так что теперь у нас помимо того что мы могли использовать батарейку cr123 и аккумулятор 16340 добавляя один экстендер мы можем использовать уже пальчиковые батарейки аккумуляторы а также лидии 14500 ну а при использовании двух расточенных экстендеров у нас появляется возможность использовать уже практически полноразмерные ну что следите за дальнейшим развитием скоро будет еще дополнительно видео посвящено обрыве данного видео